Сегодня в зале Брестского облсполкома состоялось первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Орловской области Российской Федерации. На повестке заседания рабочей группы было сразу несколько важных вопросов. Говорили о перспективах развития сотрудничества Республики Беларусь и Орловской области в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования, культуры и спорта, а также о перспективных направлениях. Мы отвечаем в целом за работу Республики Беларусь с Орловской областью и по поручению президента, поэтому мы говорим не только за Брестскую область, но, конечно же, в первую очередь именно за нее. У нас большой потенциал в сфере сельского хозяйства, это селекция, это возможные взаимные поставки друг другу того же самого Жмыхов, Шратов и так далее. Это научный потенциал в сельском хозяйстве, который позволит получать те результаты, которые поставил президент Надоженко, в том, что нам в ближайшее время надо будет выйти на 2,5 миллиона тонн зерна вместе с масляничными культурами, вместе с кукурузой. Это огромный потенциал в сфере промышленного производства. Основательное знакомство с потенциалом обоих регионов дало возможность проработать сферу взаимных интересов, после чего состоялось подписание дорожной карты по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Орловской областью Российской Федерации на 2024-2026 годы. Мы очень подробно обсудили планы по сотрудничеству Брестской области с Орловской областью, но могу сказать, что это один из элементов того большого пути, о котором мы договорились на встрече, ставившись в апреле с Александром Григорьевичем Лукашенко, президентом Республики Беларусь, в части увеличения и товарооборота, и взаимодействия Орловской области с Республикой и с нашим куратором Брестской областью. Сегодня мы и в рамках обсуждения определили направление приоритетное, это сельское хозяйство, потому что Орловская область является признанным лидером по производству продукции сельского хозяйства на территории Российской Федерации. Это и семеноводство, это и растеневодство, это и генетика крупного рогатого скота в свиноводстве, и достаточно большое количество научных разработок, позволяющих получать высокие результаты. Второе направление – это промышленность. Сегодня Орловщина представлена уже на белорусском рынке и своими профильными производителями, магазинами, но есть большой потенциал по кооперации между нашими производственными предприятиями. Это направление микроэлектроники, автомобилестроения, коммунального машиностроения, холодильного, насосного оборудования. Все то, что мы сегодня очень детально обсуждали. Такое благотворное сотрудничество основано не только на взаимовыгодных условиях и перспективах развития, но и на общеисторической памяти. Важным пунктом в программе рабочего визита в Республику Беларусь делегация Орловской области стало посещение символа героизма и мужества Брестской крепости Герой. Для гостей это место знаковое еще и потому, что в первые дни войны солдаты 6-й Орловской стрелковой дивизии также защищали цитадель над Бугом. С особым чувством представители делегации возложили цветы к вечному огню и отдали дань памяти и уважение тем, кто посвятил свою жизнь за наше будущее. Программа для делегаций Орловской области насыщенная. Впереди посещение ряда предприятий, спортивных объектов, культурных и природных достопримечательностей. Об этом мы вам расскажем в субботнем выпуске программы «Итоги недели». Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Рили Монтович, Новости Бреста.